Книги только из типографии. Бумага еще пахнет краской и хрустит. Реутовчанин Андрей Мозеров впервые держит в руках свое произведение. Автор не может поверить, что топа и стряпа обрели, так сказать, форму. Андрей не профессиональный писатель. В обычной жизни он страховщик. Идея написать детскую книжку возникла давно. Правда, сначала появились рисунки и только потом рассказы. Возникла такая идея рисовать персонажей веселых для детей. Нарисовали зайца, суслика, некоторых лесных жителей наших отечественных. И затем как-то так спонтанно придумывали идеи о них. Ну, собственно, для того, чтобы развлечься. Так появились зайцы, суслик, топа и стряпа, главные персонажи сказки. Сборник рассказов Андрей написал за месяц. Каждое произведение – отдельная история о жизни волшебного леса. Там зайцы ходят в пиджаках, а суслики в кепках. Кстати, все иллюстрации в книге авторские. И главное, отмечает писатель, добрые. Нынешние сказки или мультики – это в основном какой-то экшен, где особой морали нет. Здесь мы попытались рассказать о добре, о зле, о том, как надо помогать друг другу жить сообще одним коллективом. Вдохновила на творчество молодого автора семья. Дочка была в числе первых читателей. Жена подсказывала сюжет. Она же, кстати, занимается распространением книги, а еще рекламой в соцсетях. Мое сейчас участие непосредственно организаторское, скажем так. Я нашла типографию через знакомых, общалась непосредственно с создателем. Потом осуществляла процесс изготовления книги, контролировала все это. Напечатали книгу небольшим тиражом – 300 штук. Первые экземпляры разошлись по знакомым и родственникам. Остальные распространяют через интернет. Автор готовит и продолжение книги. Тем более, что маленькие читатели ждут историй о приключениях Топа и Стряпы. Анна Чернова, Евгений Пуговкин, ЛЕР-ТВ.